Проблемой Люберецкого района остается загрязнение воздуха, признают местные жители и администрация. Основными его источниками остаются городские очистные сооружения и московский мусоросжигательный завод номер 4. Пути решения этой проблемы искали представители Минэкологии Московской области. Глава ведомства Александр Коган посетил Люберцы с рабочим визитом. Как улучшить экологическую ситуацию в Люберецком районе и решить главную проблему, от которой страдают жители – загрязнение атмосферного воздуха. Это основная тема расширенного совещания в Люберецкой администрации. Все время в советские годы не зря, наверное, были построены на окраине Москвы тот же нефтеперерабатывающий завод, потом мусоросжигающий завод, очистные сооружения. Это были, скажем так, 30-е годы, а сегодня другие технологии. Но, тем не менее, когда возникают какие-то, возможно, технические сбои, и здесь мы ощущаем самые разного рода запахи. И, понятно, наши жители жалуются. Неприятные запахи в Люберецком районе могут издавать несколько промышленных объектов. Это предприятия по переработке цветных металлов, заводы по производству асфальта и пластмасс, полигон твёрдых бытовых отходов, очистные сооружения Мосводоканала и другие. На совещании обозначили и проблему загрязнения малых рек в Подмосковье. Мы впервые в этом году вошли в федеральную программу экологической реабилитации малых рек, и мы начинаем делать реабилитацию наших водных объектов. Первая, это будет самая грязная река в Московской области, это Пехорка, которая протекает по трём муниципальным образованиям. На совещании руководители ряда крупных предприятий Люберецкого района выступили с докладами о проведении природоохранных мероприятий. Были также выслушаны жалобы жителей на предприятия, которые, по их мнению, загрязняют окружающую среду. Кроме того, министр экологии Александр Коган поднял тему обращения с мусором. На территории Москвы нет объектов по захоронению отходов. Все они вывозятся в Подмосковье. Здесь, на нескольких полигонах, мусор в основном просто вкатывают в грунт. На Западе от такой утилизации давно отказались. Это не выдерживает никакой критики ни со стороны граждан, ни со стороны экспертов, специалистов. Поэтому наша задача построить отрасль. Отрасль нужно строить с нуля. Задача стоит переработка отходов. Потому что во всём мире к этому относятся таким образом, что отходы – это ценные материалы и дешёвые ресурсы для электроэнергии и тепла. После совещания Александр Коган посетил очистные сооружения предприятия Мосводоканал, где ознакомился с комплексом мероприятий по устранению неприятных запахов, поступавших в атмосферу. Тем не менее, жители городских поселений продолжают жаловаться на запахи. Министр подчеркнул, что в Люберецком районе будет активно реализовываться программа эко-мониторинга. Мы внимательно сегодня просмотрели абсолютно все крупные предприятия, переговорили с руководителями, посмотрели, какие природоохранные мероприятия проводятся на этих предприятиях. И пришли к выводу, что помимо того, что проводится реконструкция, модернизация очистных сооружений, в воздухоочистке, не устанавливается эко-мониторинг. В ближайшую неделю при участии министра состоится встреча с руководителями всех крупных предприятий Люберецкого района. Каждое предприятие будет обязано разместить на своей территории систему эко-мониторинга, которая в режиме онлайн будет передавать информацию о состоянии окружающей среды в интернет для публичного ознакомления. Экологическим нарушителям уже сегодня грозят миллионные штрафы и вполне возможное закрытие производства. Тему загрязнения атмосферного воздуха промышленными предприятиями в Люберецком районе правительство Москвы намерено закрыть в скором будущем. Вадим Акентев, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.